Продолжение следует... И в нашей стране есть пример очень тяжелой ситуации в связи с потеплением белые медведи, которые занесены в Красную книгу и запрещены к отстрелу ни при каких условиях нельзя убить белого медведя, стали перемещаться южнее в поисках еды. Их вполне бы устроили люди, которые живут на севере Сибири. И поэтому в этом году в течение нескольких месяцев там была объявлена чрезвычайная ситуация. Люди не могли пойти на работу, отвезти детей в школу и так далее. Вроде никто не погиб, но, по-моему, людей больше жалко, чем белых медведей. А вам? Будут ли ваши и мои права также защищены равным образом со стороны животных, за права которых вы сейчас выступаете? Спасибо. Спасибо большое за этот вопрос. Он очень схож с вопросом о спасательной шлюпке. Да, когда там были люди и собака. Я действительно считаю, что, конечно, у вас есть право на защиту своей жизни, если вас атакует белый медведь. Другой вопрос состоит в том, можем ли мы каким-то образом избежать конфликта. Нет, я, конечно, не знаком с этой ситуацией с белыми медведями. Можно ли избежать необходимости убивать их для того, чтобы жить в своем поселении? Есть ли какой-то способ каким-то образом их прогнать? Это может быть, конечно, альтернатива убийству. Я думаю, что нам всегда нужно искать альтернативные пути. Если на весах жизнь человека и жизнь белого медведя, я с вами согласен, что ваш интерес заключается в том, чтобы спасти свою жизнь. А если бы вы были медведем, то, конечно, в ваших интересах было бы спасти свою медвежью жизнь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!